Вот видите, это сегодня мой ужин, а вы не завидуете, вы просто дождитесь конца программы. Продолжение следует... Итак, сегодня у нас опять хорошая погода, значит сегодня мы будем готовить на природе или на открытом воздухе. Итак, что мы сегодня будем готовить? Баранья нога. Я замариновал ее 3 часа назад, добавив туда лук, морковь, чеснок, чили перец, немножко соли, сахара, тимьяна розмарина и оливкового масла. Также немножко варчестер и табаско и молотую апельсиновую цедру. Сейчас мы будем уже постепенно начинать ее обжаривать и помещать ее в нашу, собственно говоря, в нашу дровяную печь. Для этого специально, там есть специальная решетка, она такая, если она чугунная, и на ней мы будем размещать нашу баранью ногу. Нам нужно сейчас обжарить ее быстро, обжарить ее со всех сторон, для того, чтобы она запечаталась. И весь сок оставался внутри ножки. Это под бедерок, если говорить языком, чтобы вы могли объяснить это продавцу, который будет вам продавать это вкусное мясо. И поэтому открытый огонь, чтобы была очень высокая температура. Сейчас она немножечко будет постепенно прогорать, и уже в фольге ножка будет там томиться при медленном огне. Знаете, это мясо нельзя купить в обычном супермаркете. И слава богу, что современные технологии позволяют заказывать такое мясо уже прямо в интернете, заставкой на дом. Итак, что мы сейчас будем делать? Растительное масло. Мы сейчас две штучки таких сделаем, специально для нашего салата. У нас будет очень интересных два салата, но потом они соединятся. И будет у нас один салат, и очень большой. Яйца. Мы же не обязаны есть все время, например, только шашлыки или, например, стейки. Мы можем испечь также яйца. В этой железной штуковине мы можем испечь лазанью, мы можем испечь пиццу. Почему нет? Задвигаем все это дело. Сейчас там очень жарко. Сейчас там очень все это быстро произойдет. И снизу греет камень, с другой стороны там угли. И сейчас мы еще закроем это все дело немножко. Сейчас перевернем баранину обязательно. Это очень вкусная. Это заграничная баранья ножка. Главное, все-таки надо помнить, что очень горячо, поэтому надо аккуратно все это делать. Но тут есть открытые части, они очень сильно разогреваются. Я могу вам сказать, что, конечно, баранья ножка требует долгого приготовления. Это может быть либо тушение, либо долгое растомление в такой печи, как у нас. Потом это все завернем в фольгу, добавим туда немножко овощей, еще свежих трав. И отравим именно томиться на 2 часа. Кальмар мы также обжарим на очень высокой температуре на шпажке. И подадим с интересным салатом. Шпажка у нас будет деревянная. Но поскольку кальмар готовится очень быстро, то шпажка не сгорит, и мы получим хорошего вкусного кальмара. Все морепродукты и также все какие-то тонко нарезанные кусочки говядины или всяких прочих таких вещей готовятся быстро. Поэтому их можно всегда быстро готовить на бамбуковой шпажке, не опасаясь, что она сгорит или что-то с ней случится, что-то она разломится, например. Если делать это аккуратно, это будет вкусно, хорошо и очень удобно. Вот такие сейчас штучки, конфетки такие. Сейчас насажу аккуратненько нашего кальмара. Итак, наш салат, про который я и вам говорил. Это прежде всего огурцы. Возьмем 6 штук. Почистим их прежде всего от кожицы. Второй салат будет состоять из картофеля и, собственно говоря, яиц, которые мы сейчас обрабатываем, то есть которые сейчас готовим в нашей дровяной печи. Картофель уже предварительно я сварил. Ничего сложного, просто сварил его в мундире, не очищая. То есть и так мы будем его использовать. Я удаляю кожуру огурцов, потому что так намного лучше они ведут себя в салате, тем более в салате коктейля. И так я такими движениями начинаю счищать, и даже зря на доску. Сразу прямо в тарелку начинаю счищать наши огурчики, нашу вот плотную стенку. Видите, я особо не пытаюсь затрагивать семена, потому что семена там будут не нужны, то есть внутренняя часть. Больше нам, конечно, нужна вот эта, да, наружная, плотная и такая вкусная штука. Это займет немножко времени на природе. Но на природе всегда есть человек, который сидит, который ничего не хочет делать, или он ничего якобы не может делать. А это такая штука простая, можно его посадить или использовать такой вариант, например, дома. Не дай бог, если вы будете есть дома, а не на природе. Но это тоже интересно. И вот такую сейчас стружечку мы размещаем на дне нашей тарелки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот это уже почти готово. Я уже оставляю ее здесь. Она уже доготовится сама по ходу дела. Ставим ее остывать пока. Сейчас я постепенно займусь картофелем. Обычный, хороший, отварной картофель молодой. Сейчас мы его порежем дольками. Не знаю, я лично очень люблю прямо вот с кожурой в мундире. Просто главное красивыми дольками, чтобы он как-то равномерно смотрелся. И мы так аккуратненько будем его назовем картофельным карпаччо, что ли, я даже не знаю. Баранья нога достаточно жирная, поэтому можно не переживать, что там она прям подгорит, или что-то с ней случится. Любой продукт может подгореть, но который сам еще вырабатывает при жарке жир, всегда у него меньше шансов. Также хороший картофель, видите, плотный, хорошо режется. В общем, это хорошая дачная еда, с хорошей компанией. Вот такая вот у нас получается штука. Теперь я буду обрабатывать наши яйца. Яйца, которые специально мы сделали в наших алюминиевых лоточках для нашего салата. Она теплая. И аккуратно вынимаем его. Получаем очень хорошие омлетики такие. Теперь мы аккуратно нарезаем их на прямоугольнички. Видите, как хорошо у меня испеклось яйцо. Оно отлично, видите, оно очень хорошо смотрится внутри. И вот таким образом мы вот эти штуки сразу теплые. Не надо бояться того, что там огурцы. Аккуратно раскладываем по краешку нашей картофеля. Будет очень удобно, что сейчас оно пока еще горячее. Оно как раз параллельно остынет, но еще огурцы не захватит. Вот, и продолжаем дальше в том же, собственно говоря, яично-огуречном духе. Итак, это можно уже оставить. Это я убираю. Итак, фольга. Четыре листа, соответственно, четыре ноги, четыре листа. Два, три, четыре. Сейчас я сделаю такую штуку, я сейчас немножечко так оторву. Немножко потрачусь в фольгу лишнюю, но это важно. Я только маленькую подушечку сделаю, где будет находиться баранья ножка, чтобы у нее косточка внизу, она может просто случайно косточкой прорвать. А это будет как небольшой такой предохранитель. И тем самым точно ничего там у нас никуда не пропадет. В смысле сок вкусный. Сейчас я так вот прижму, чтобы нам было всем видно, и она не закрылась у меня, когда я захочу сейчас положить баранью ногу. Я застаю первую ногу. Я дену перчатки только. Итак, баранья ножка номер один. Вот такая вот у нас ножка. Замечательная баранья ножка. Мы положим сюда сверху овощи. Польем маринадиком обязательно. Ой, слюни потекли, это очень вкусно. Вот это мы положили наш маринад, в который мы мариновали нашу баранью ножку. И, собственно говоря, первая ножка уже готова. Я готов ее, собственно говоря, паковать. Что сейчас и делаю. Вот так вот хорошо запаковать. Положите, чтобы нам было понятно, где у нее верх. Пусть пока будет здесь. Ну что же, мы начинаем все это дело расставлять. И в таком виде надо томить вообще два часа. Но эти два часа сегодня пройдут очень быстро. Ставлю это все подальше вглубь. Закрываю крышкой. И придется ждать. И вот время прошло. В нашей дровяной печи уже все готово. Я готов показать и может быть даже дать кусочек попробовать. Сейчас я их достану на стол. Помните же, да, что мы еще не сделали кальмара. Хоть столько времени прошло, но кальмара мы все-таки сделаем. И ничего не стесняясь, отправляем кальмарчиков в самую-самую жаре. И пока забываем о них. Но вспоминаем о самом важном, что мало сделать вкусный салат. Вкусный салат еще нужно чем-то вкусно заправить. Вот это вот и сложное занятие. Но не для нас. Вот. Две ложки майонеза. Порция сливок. Ну, порция, это считайте, две столовых ложки. Сейчас мы еще возьмем, добавим сюда немножечко немножко острого соуса. Немножко варчестера. Аккуратно все перемешиваем. Чайную ложечку зернистой или зерненой горчицы. Немножечко сахара. И поскольку сливки мы добавили, а сливки у нас они сладкие, они не соленые, еще капельку соли. И вот таким вот соусом мы можем это все аккуратно начать поливать. Картошку, немножко заходя на яйца, то есть не надо тут устраивать озеро. А вот сюда можно вылить уже побольше в середину, чтобы это покрасивее разошлось. А сейчас пора уже приоткрыть баранью ногу, я думаю. Знаете, я вижу хорошую баранью ногу, хорошего цвета. Она очень вкусно, очень ароматно пахнет розмарином и тимьяном, которые мы добавляли еще в маринад. Я, пожалуй, даже, наверное, разрежу. Как вы видите, она правда хорошая и сочная. Я очень люблю баранину, и я с удовольствием и буду есть. Я предлагаю даже немножко полить ее оливковым маслом. И вот потом мы будем каждую ногу поливать оливковым маслом, и в таком будем виде подавать на стол. Итак, вот шашлычки, которые мы сейчас сделали с вами в нашей печи, в чудесной дровяной печи. Можно сделать даже в таком виде, что кто-то, может быть, например, не захочет морепродукты, да, и будет кушать только салат. Еще немножко можем сюда добавить соуса. Ну, шашлычки просто аккуратненько немножко польем оливковым маслом. Вы знаете, всем спасибо. Очень вкусная нога, я пошел. Вот, но на самом деле это шутка. Никуда я не пойду, потому что мы это приготовили на всех, и я часто люблю готовить на природе. Сейчас вообще это в моде. Тем не менее, не все это умеют, да, и не все понимают, что можно готовить не только шашлыки, и не только печеную картошку в углях. Минимум в углях можно печь яйца, а максимум можно приготовить вот такую очаровательную баранью ногу, приготовить ее в дровяной печи, либо ее можно порезать и приготовить ее в конвертах на мангале. И второе блюдо, точнее даже два блюда в одном, салат с кальмарами, яйцами и огурцами. Мы это все объединили, заправили сливочно-коктейльным соусом, полили немножко оливковым маслом, и сейчас, я думаю, мы уже готовы его съесть. Так что приятного аппетита и готовьте на природе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры создавал DimaTorzok